Всем привет! Сегодняшнее видео посвящаем еде и массажам. Вы подняли тему массажей, что их делают в каких-то закрытых комнатках, а я хочу вам показать, что массажи делают в общем помещении, даже ничем не разграничивают. Сегодня походим по городу и посмотрим, в каких условиях делают массажи. Возможно, здесь есть отдельные салоны, куда вас персонально отведут и сделают массаж, но по дороге на пляж мы таких не встречали. Так что сегодня кушаем и смотрим на массажи. Еще один завтрак в нашем замечательном отеле, но мне кажется, за месяц пребывания здесь омлеты нам будут сниться. Каждый день мы кушаем омлет, каждый божий день. И запрещенка! Виктору очень нравится запрещенка, а я уже бастую. Запрещенка! Вот это вот, 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 у тебя вот в левой руке запрещенка! Тосты просто. Просто тосты. И варенье есть еще. И варенье вот. Красиво подают, стараются. Так девчонки кланяются. Нам принесли еду, и они нам кланяются. Коматика. Это что-то. И говорит, коматика. Представляете, второй раз пришли на базар, покупаем фрукты у этой девушки. Сегодня, сегодня. И она Виктору дала подарок и говорит, сегодня скушай. Спасибо большое, спасибо. Все приходите, покупайте фрукты только у нее, только у нее. На обед у нас обычно бывают фрукты. Сегодня у нас арбуз, драгонфрукт, еще пока белый. Это мангустин. Какой-то мангустин. Не знаем, что там внутри. Это рамбутан. В Литве такие видела. Продаются, но намного меньше они. И купили еще бананы. Не покупали никто бананы. А, и бананы не покупали. Сейчас расскажу. И вот, это тоже рамбутаны. Но видите, они какие? Они уже... Заарангутан делись. Только сегодня их можно употреблять. Мы подошли, купили вот это и вот это. А женщина... Ну, мы у нее уже второй раз берем фрукты. Нам дала в нагрузку вот эти рамбутаны. Сказала, сегодня и бананы вот эти. Мы хотели купить, а они уже не имеют вида. Я уже три съел. Это четвертый. Да, и она нам отдала это просто так. Виктор там кланяется, кланяется. Нет, она так улыбается. Это та женщина, у которой мы пробовали этот... Как он? Дуриан. Дуриан, после которого был знаменитый стрим. Вскрываем. Опаньки! Смотри, какой красивый! На, поглянь. Яйцо? Пожж, я тебе надрежу чуть-чуть? Там внутри косточка. Так надо? Не знаю, эту косточку можно кушать или нет. У меня она по вкусу как миндаль-орех. Дай, я съем косточку. Вы знаете, очень вкусная. Косточки оставь я дома, посажу, выращу. Тут даже вот такая шкурка отстает. Я понимаю, почему она сказала сегодня. Давай еще, очень вкусно. Еще давай, еще. Кущий, кущий, это самый спелий, самый большой. Специально для тебя привез. Кущий, кущий, кущий. Смотри, какой сладкий. Я не съел все косточки, съел только две или три. Но пишут, что они токсичные и ядовитые. Но сначала съел, потом почитали. У меня уже голова кружится и глаза закатываются. Смотри, надо еще вот это попробовать. Пробуем следующий фрукт. Мангустин какой-то. Тот был орангутанг, а этот мангуст, который этих змей ловит. Как его разрезать, не знаю. Пробую пополам. А цвет какой. Смотри, что тут внутри. А что тут кушать? Я не знаю, что тут кушать. Наверное, белое вот это. Сейчас почитаем в интернете. Внутри красное и белое. Белое я вытащил, оно кисленькое. А красное такое вяжет во рту. Красное кушать нельзя, только белое. Да. Опять сейчас наестся чего-нибудь, потом будет плохо. А там есть косточки? Тоже, наверное, кушать нельзя. Вообще, Костя, любые нельзя кушать. Вот, смотрите, вот так вот подхватываете оба. А это очень весело. Какое красивое, как чеснок. Пробуй. Чеснок. Не, она кисленькая. Вкусное. Говорит, что тут кушать? И тот, и тот фрукт очень вкусный. А на десерт, это был обед, а на десерт вот. Ну, вкуснее, чем красный. Красный вкуснее. Красный, мой любимый. Сделаем эксперимент. Эксперимент? Куплю белый и красный. И должна буду определить? Да, с закрытыми глазами. Классно. Давай. Хочу. А тебе? Сладкий какой. Тебе сладкий? Нет? Как сладкий киви? Косточки. А киви бывает сладкий? Киви не бывает сладкий. А он сладкий. В общем, ребята, если будете в азиатских странах или в странах, где много фруктов, питайтесь больше фруктами. Только читайте в интернете, можно кушать косточки или нет. Виктор вот съел две косточки. Теперь будем ждать реакции. Как отреагирует организм. Пишут, ядовитые косточки, не жареные. А он две зарубал. Может, они у меня в животе там пожарятся? Прорастут. Все. Мы когда шли, я думаю, что же в этих бутылках? А в этих бутылках какая-то жидкость, которую заливают в мотоциклы. Она зеленого цвета. Бензин. Косметологический кабинет сразу на шесть мест. Видите, никаких перегородок нет. Всем вместе будут делать. Накроют вас. И даже штор нет. Был вопрос, сколько стоит канадский доллар. Доллар 25,30. А евро сегодня 36,70. Дорожает. А доллар... Видите, разные купюры по-разному стоят. 50 стоит из 100,34,80. А 35,10,20,33. И даже мелочь принимают 32,50. Еще один косметологический кабинет. Тоже все процедуры делаются в одном зале. А здесь аренда байков 40 стоит бензин. И он уже не зеленого цвета, а такого желтого. Надо сейчас спросить как-то, сколько стоит аренда байка. Самого-самого простого. Но это такие здесь серьезные аппараты. Есть моторозы. Хонды. Парень хочет арендовать байк. И мы заодно посмотрим, сколько стоит. А вот, смотри, это может цена? Маленькие 300, а большой 600. Или это шлемы аренда? Шлем. Шлем в продаже. А, в продаже. Здесь же их и чинят, и моют, и сдают. На один месяц стоит 8 тысяч бат. Какие бывают экскурсии? Королевство тигра. Катание на слонах. Вы знаете, я сначала хотела поехать на такую экскурсию. Катание на слонах. Но мне всегда очень жалко животных. Что они там должны, допустим, за какой-то банан или еще за что-то делать. Какие-то трюки. Был комментарий, что это же не цирк. И они там ничего не исполняют, не выполняют за банан. Но мы были в зоопарке. Это ужасное зрелище. Они сидят... Ну, мы в Литве были. Они сидят в ужасных условиях. Животных просто жалко. И я решила, что я не поеду. Не буду портить свое впечатление о Таиланде. Не поеду смотреть на слонов. Можно пострелять. Можно на картинги покататься. Квадроциклы. Все сюда едут. Все едут сюда. На остров. Вот сюда ты хочешь. Пхи-пхи. Я хочу сюда, сюда, сюда. Вот куда меня надо. Вот сюда. А Виктор хочет вот это. Потом что еще? Магазин меда есть. Фабрика орехов кешью. Вот как они выглядят кешью, кстати. Парк птиц, попугай. Туда с детьми. Зоопарк. Смотри, вот еще есть Будда. Шел обезьян. Полет какой-то. Это мне не надо. У меня каждый день такое. Каждый день такое? Да. А вот смотри, Будда. А все женщины хотят. Ювелирная и жемчужная фабрика. Вот обязательно надо сходить. А я не хочу. Сегодня поменяли напиток. Вчера была красная жидкость, типа лимонада. А сегодня, как будто чай. Это все подношение. Я хочу показать. Вот так делают массаж. Делают женщине массаж ног. Как вам массаж? Обалденно. А сколько? С ног. А сколько по цене? 200 бат. И сколько времени делают? По времени 30 минут. 30 минут, да? Да. Хорошего дня. А это не массажный салон. Здесь делают различные татуировки. У них очень популярны вот такие всякие гели, крема именно с алоей вера. Мы еще не заходили, не приценялись, но везде, везде. Вот, о, есть кокосовая. Кокосовая мы покупали в Индии, а здесь, наверное, надо купить алоэ вера. И вот так с утра идешь по этой улице, они тебя зазывают, зазывают, заходи на массаж. Вот еще один массажный салон, тоже такой же принцип. А это развозят лед. И как он только у них не тает в такую жару. Рыбки плавают. Красненькие. Вы их видите там? С утра очень много уборщиков подметают. Когда идешь на море, встречаются по дороге очень много фруктовых лавок. Можно купить фрукты и пойти на море. А это дуриан. Двести девяносто. Он дорогой, однако. Бананы по шестьдесят. О, а мы его пробовали? Нет, мы не пробовали маракуйю еще. В Индии ели. Вот это не пробовали. Джекфрут. А мы купили бананы за двадцать. Но они вот такие черные, просто не имеют товарного вида. Но они будут очень-очень вкусные. Самые вкусные. Двадцать. Ездит специальная машина, поливает тротуар. Кстати, сегодня ночью, вчера вечером, был сильнейший дождь с грозой и с молнией. Так сильно все грохотало. А с утра, видите, все высыхает. Даже поливают тротуар. Знаете, что в Таиланде нельзя курить на пляже. Есть специально отведенные места. Но пока еще здесь людей мы не встречали. Общественный туалет. Интересно, он платный или... Бесплатный. Платный. Есть касса. Что-то десять и двадцать бат. А, можно за десять сходить в туалет, а двадцать... Скорее всего, там есть душ, помыться. На самом деле мест для курения много. Вот еще одно. И сразу за ним находится массажный салон. Назовем это так. Но это место прямо вот около пляжа. Здесь променад люди ходят справа, а слева находится это место. Вот так его делают. Тайский массаж четыреста бат. Ноги триста. А перед этим мы с вами видели, где девушки делали массаж. Там был двести ватт массаж ног. Вот делают массаж. Был комментарий, что они очень долго учатся делать эти массажи. Там три года или сколько. Ну вот, не знаю. Мне как бы... Под большим вопросом. Хотела бы я получить такой массаж или нет? Я считаю, что массажи можно делать, конечно же, не всем людям. У некоторых есть проблемы какие-то различные. Говорит, отлично. И, допустим, девушка же не знает, какие у меня проблемы. Какие у вас проблемы со спиной, с ногами, с плечами. Хорошо, если все хорошо закончится. А если будет хуже, кто потом будет отвечать за это? Вы уехали в свою страну? Да, конечно, приятно. Вас мнут, жмут. Руку взяли, ногу. Лично я доверяю только своим массажистам, которым я хожу в Литве, которых я знаю. Мы когда бываем в Египте, в Турции, я еще нигде не делала массаж. Педикюр и маникюр по триста. Спортивный массаж пятьсот. Я спрашивала у своего массажиста, который в Литве работает. Он говорил, что спортивный массаж это самый-самый такой жесткий, самый такой сложный массаж в плане того для вас. Вот вам делают, вам будет и больно, и может даже где-то неприятно. Это спортивный массаж. А еще женщины говорили, что бывает лимфу выгоняют, вот там тоже бывает больно. Это, наверное, местные школьники. Гуляют. Сбежали с уроков, сфотографировали меня и смеются. Такие веселые ребята. Наверное, сбежали с уроков. Ходят около моря. Какие интересные машины стоят. Ну, это я знаю, Тойота. А вот это? У нас таких нет. Что это за значок? Даже не представляю. А это? Ну, наверное, не Хонда. Интересная локация, чтобы сделать фотографию. Вы становитесь здесь, у вас крылья, а вас фотографируют оттуда. Здесь по пляжу носят гамаки. Купил гамак, привязал к двум деревьям и спишь на море. Сегодня пришли на море, это просто какая-то жесть. Посмотрите, сколько много тины. Небольшой отлив. Вот здесь хорошо ее видно на берегу. И там просто такой суп из тины. Как бы ни было печально, но эта тина мне не нравится. Стоит лодка. У нее очень длинное приспособление, чтобы винт был как можно глубже. Или мельче. Они регулируют как-то. О, хорошо на этих веревках. Видно, сколько тины. Попробуем пройти чуть-чуть дальше. Может, ее там будет меньше. Но вы знаете, Таиланд. Я от тебя такого не ожидала, Таиланд. Что это такое? Вот мешки складывают эту тину. Да, в этих мешках тина лежит. Хорошо, что они борются с ней и складывают, потому что от нее идет такой запах специфический. Но ее действительно очень-очень много, этой тины. Поэтому людей сегодня на пляже мало. Я сначала подумала, может, из-за погоды люди не пришли. А скорее всего, люди приходят, видят эту всю красоту и уходят. На другой пляж, может, едут? Возможно, едут на другой пляж. Я слышала, что на Корон, он совсем рядом, Корон Бич, там совсем другая вода. Рассказывали позавчера люди в море. Но это просто жесть. И людей в воде нет. А здесь база водных мотоциклов. Купаться здесь нельзя. И стоят еще лодки с этими длинными-длинными палками, на которых винты. Да, тины точно меньше. Так что, если придете на пляж, много тины, не поленитесь, прогуляйтесь. Найдете место, где ее чуть-чуть меньше. А лучше всего сесть куда-нибудь, смотаться на другой пляж. Может, там нет. Но вот эти лодки, они что делают? Это не рыбаки. Скорее всего, это прогулочные. Потому что навес есть. Наверное, возят куда-нибудь посмотреть на красоты моря. На другой пляж могут тебя на Корону отвезти. На другой пляж? Как было бы классно. На лодке, на другой пляж. Что за поворотом уже Корона? На машине долго. А по морю вообще близко. Или вот сюда. Здесь пляж есть за поворотом. О, смотри. Вообще нет тины. Практически. Смотри, русалка плывет. Русалка. Русалка? У нее ноги спереди и ноги сзади. Обалдеть. Вот какие русалки бывают в Таиланде. Смотрите, все. Нету тины. Прошли всего 300 метров. И вот оно, чистое море. В чем прелесть прогулок вдоль моря. Прогулялся, посмотрел. И можно перебазироваться. Готово, еди давай-давай. Давай-давай. Ням-ням. А, убегает, 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 убегает. Боится. Давай-давай. Давай-давай. Ням-ням-ням-ням. How much? 150? О, по-русски говорит. 100 баррик. А, по 100 плохо. Не-не, мы не хотим. Не-не-не, мы просто спрашиваем цену. Не-не-не. Давай-давай. 100 баррик. Не, нам не надо. Он не хочет. У него нет денег. Я забрала все деньги. О, мой Бог. А еще можно сделать массаж прямо на пляже под пальмой. С каким-то маслом. Еще немножко ногами ходят. Фу, прошли развратный район. Все меня хватает. Говорит, заходи, заходи, садись. А у меня денег нет с тобой. Все деньги у жены. От меня толку мало. Идем с пляжа. Такой сушняк невозможный. Волный, смотри какой. Ого, сколько воды много. И зашли выпить кокос. На море 60. 50, а этот 40 на нашем рынке. Ну, еще купили по традиции арбуз. Что купили? И вот такие маленькие. Можете представить, что это маленькие-маленькие ананасики, ананасики. И наша продавщица нам еще положила два арамбутана. Два арамбутана. Ну, пей. Вкусный? Да. Холодный. Холодный. На льду? Да. Чтобы человек шел с моря и насладился. В Индии у розы было столько кокосов. Живот могло скрутить такое количество кокосов. Боже, он даже, мне кажется, по вкусу другой. Он очень вкусный. Видно другой сорт. Полный-полный сока. Еще и холодненький после пляжа. Супер. Довольно. Выпили две бутылки воды. На, а то я все выпью. Какой вкусный, какой сладкий. Я вам просто не могу передать. Давай будем каждый день пить кокос. А вот это мы съедим? Я сходила, чтобы он разрубил, а он не разрубил. А знаете, что там? Поковырял такой железной ложкой. Тяни, тяни. Свиные уши. Свиные уши. И вот он наковырял это все. И можно кушать мякоть. Напоминает свиные уши. Так же хрустит. В городе часто встречаются такие места. И они делают различные подношения. Какая-то красная вода. А вот еще один. Как назвать? Часовенка. Еще одна часовенка. Здесь также почему-то ставят именно вот эту красную воду. Выглядит как будто лимонад. Но бывают и какие-то фрукты. Просто вода. На ужин опять пришли на этот рынок. Заказали суп. У него очень неприличное название. Суки. Это рисовые макароны. Рисовая лапша с морепродуктами. Это суп такой. А это просто жареные овощи и рис. Я выбирал крупных. А они, смотри, сжались. Принесли осьминоги. Виктор себе еще взял осьминогов. Всегда он страдает. Хочет. Хочет этих осьминогов. Вот, пожалуйста, тебе осьминоги. Но когда они были сырые, они выглядели намного больше. Напишите комментарий. Вы когда бываете в таких странах, как Турция, Египет, Таиланд, вы делаете себе массаж или нет? Или отправляете на это дело мужа? Как хочу сделать я. До скорых встреч в следующих сериях из Таиланда. Пока-пока.